Любой человек, одинокий он или нет, просто для себя должен научиться не то, что переносить одиночество, а научиться полноценно и счастливо, без всякой ущербности, жить в этом. Не страдать, не ходить свечку ставить, чтобы кто-то в жизни появился, не гадать на кофейной гуще, не пережать каждые полчаса из-за этого. Короче говоря, нормально жить, как нормальный человек. Более того, когда эти люди потом вступают в отношения, те, которые научились жить и сами по себе, это Мерлан, у них более здоровые отношения. Почему? Они независимы и они не цепляются. Но об этом сегодня и поговорим. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я на самом деле хочу сказать, что для меня это вообще никакая не проблема, даже это слово, а наоборот какая-то приятность в моей жизни. Потому что у меня жизнь делится на до и после момента, когда я, пройдя психотерапию, еще чего-то, еще чего-то, начала жить и радоваться жизни и не зависеть от того, в отношениях я или нет. И все эти праздники, и все эти трагедии, связанные с тем, что шарики, цветочки или у меня этого нет, они как бы в какой-то момент перестали вообще существовать. И это не значит, что я закрыта от отношений или как-то там, не знаю, обречена на жизнь одна. Да, но могу сказать выводом, что если человеку нехорошо самому с собой, значит нужно как бы лечить какие-то свои там, не знаю, там голову, еще какие-то части тела, а не гоняться за тем, кого бы себе найти там на время, да, партнера. Ну как бы у меня был опыт такой, что сначала все было не в радость, а потом как бы мне как бы все равно. Но другой вопрос, что общество все равно вот не то, чтобы навязывать, а относится к себе как к чему-то неполноценному, даже не к кому-то, да. Что если тебе сколько-то лет, у тебя там нет семьи, а еще если и нет ребенка, если вот еще и не в разводе, то там прям вообще какая-то проблема. Вот скажите, пожалуйста, вот как с этим, ну как бы как к этому относиться, да, то есть... Я думаю, спасибо большое. Как отвечать на эти ситуации. Да, я думаю, что по большому счету обществу глубоко наплевать. В браке-то или нет, в разводе-то или никогда не было, есть у тебя дети или нет. Не наплевать, ну в крайнем случае родной матери. Но мы так устроены, что нам кажется, что все на нас смотрят, прямо нам в рот смотрят. И как бы у всех людей, как бы вот человек идет по улице, и у него такое ощущение, что все думают, вот она же даже не замужем. И вот смотри, прямо видишь, на лбу написано, детей нету. Но так же неправда, потому что людям, еще раз повторю, глубоко наплевать. Жалко, вы не рассказали, как вы так, ну, видимо, с помощью психолога достигли такой нирваны, что вам хорошо стало и без других людей. Дело в том, друзья мои, что там вот в этом разговоре с Анной была такая тема, затронутая, очень интересная, но Анна в другую сторону пошла. Она сказала, если вы себе неинтересны, дальше я бы продолжил, не как Анна сказала, надо лечить голову и другие части тела, я бы сказал по-другому. Вот слушайте внимательно, если вы себе неинтересны, то вы и другим будете неинтересны. Потому что многие застенчивые люди говорят следующее, что я ни с кем не общаюсь, потому что со мной неинтересно. Я вообще стесняюсь говорить, когда я прихожу в компанию, я молчу, потому что меня могут засмеять, ко мне так могут относиться. Парень не может подойти к девушке, девушка не может подойти к парню, потому что они себя не очень любят, думают, что другому это даже не надо. Сейчас все засмеют и так далее. Тут еще есть замкнутый круг. Когда у вас низкая самооценка, когда вы себе не нравитесь, то вы действительно не производите большого впечатления на окружающих. И окружающие тоже не мечтают с вами познакомиться. Почему? Потому что вы, как сказать, распространяете вокруг себя вот это ощущение того, что никто зовут вас никак. У меня вопрос вообще другим-то должно быть с вами интересно, если вам с этим неинтересно. Более того, люди одинокие часто сидят ровно на попе, ожидая, когда сейчас выстроится за ними очередь. Придут люди, и они их спасут. Обычно эти люди представляют собой эпизод из фильма «Красотка», один из заключительных, потому что лошадь должна быть, она должна быть белого цвета и в руках цветы. И с такой мечтой многие всю жизнь проживают, никого не дождавшись, ни лошади, ни всадника. Почему? Ну, такая у людей психология. Тут еще примешивается, конечно, выученная беспомощность, о которой мы говорили как-то. То есть человек отчаялся быть более активным, он считает, что он никому не интересен, люди с ним общаться не будут. Ничего такого сказать, что всем было интересно, он не может. И эта ущербность в результате увеличивает его страдания, потому что он, собственно, и попыток не делает никаких знакомиться. А зачем, когда он сам себя не интересен? Вот во главе угла стоит то, что он себе не интересен, и он это, как я уже сказал, распространяет и другим людям. Ну, а им-то какой смысл с ним общаться? Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил, Мария, Виталий, город Тула. Собственно, по поводу одиночества, вы прям попали с темой. Сейчас нахожусь в таком состоянии немножко после расставания, вот, и всегда это чувство приходит после таких достаточно длительных отношений. Вот, и вроде бы все со мной нормально, и работаю, и есть много хобби, и, в принципе, всем интересен. Но когда рушатся какие-то мечты по поводу будущей семьи, всегда приходит чувство опустошенности. Вот, на самом деле пытаюсь это чувство всегда заполнить интересными хобби. Виталий, а я правильно вас понимаю? Там, общением с друзьями, но чувствую, наверное, это некий самообман. Возможно, что-то просто в жизни не хватает. Виталий, я правильно вас понимаю, что у вас были какие-то отношения, которые закончились? Ну, да, относительно недавно, пару месяцев назад. А вы жили вместе? Мы жили, но, к сожалению, там были сложности. Пришлось разъехаться, потому что отношения были невротическими очень сильно. Вот, и я решил как-то хоть, чтобы спасти наше общение, наше отношение, разъехаться и попробовать потом снова. Но когда уже повторно предложил вместе съехаться, ну, начались все кино, и, собственно, не нашли точки соприкосновения. Вы знаете, могу в утешение сказать следующее, что это пройдет. Это не одиночество, это ваша реакция на то, что у вас какой-то стереотип жизненный выработался, что вы живете не один. Потом другого человека рядом с вами не стало. И ваша психика, конечно же, чувствует эту опустошенность. Это нормально. Это пройдет достаточно скоро. Единственное, что вы молодец, не стали вестись на ненормальные отношения, лишь бы ни одному быть. Как это делают, кстати, очень многие люди, в отличие от вас. И еще хочу сказать тем людям, которые чувствуют очень интересно себя одинокими. Они вроде бы не одинокие, но так как они хотят конкретно вот этого Васи Пупкина, а Васи Пупкина у них нету, то им кажется, что они одинокие. Это такое интересное состояние, когда и как бы люди кругом, и вы не одни, но в голове у вас какой-то один персонаж, который там не с вами, который вы о нем только мечтаете, а его нету. И вам кажется, что вы одиноки в том смысле, что вас никто не понимает, что только вот дай мне вот этого, и мне все будет хорошо, а никто его не дает. А эти, которые есть, они вообще нафиг не нужны. И поэтому такое переживание. Но я об этом писал, что здоровый человек от невротика отличается тем, что здоровый реагирует негативно на какие-то реальные ситуации, а невротик придумывает их часто в голове. То есть у него в жизни-то все неплохо, но у него что-то такое есть, что не дает ему возможность просто нормально жить. Добрый вечер, пишет нам Галина из Ростова. С вами 45 лет я научился кайфовать одной, в одиночестве есть свои преимущества. Можно понять себя, не нужно постраиваться под кого-либо, но есть другая сторона, я всех теперь кидаю в черный список и в блок, так и понимал, что мне лучше одной. Вопрос, как с этим быть? Не хочу никого рядом, ни мужей, ни детей, ни родню, ни сослуживцев. Галя, как с этим быть? Во-первых, выйти из-за стенок, из пещеры, из норки, из панциря, из курлупы. Почему? Потому что вы настолько боитесь того, что опять придется туда возвращаться, что вы на всякий случай заблокировали сначала в своей психике возможность отношения и других людей, а потом вы в реальной жизни. Это когда человек очень сильно расстроился, у него был стресс, он потом там дает какой-нибудь там обед безбрачия, никогда больше ни с кем и так далее. Потому что ему было больно. Вы должны это про себя понять. Когда вы говорите, никого не хочу, и восклицательный знак еще пишете рядом, а тут вопросительный. Вот. То я хочу сказать, тут какой-то, мне кажется, есть страх, что опять могут сделать больно. Надо перестать бояться. Надо очень спокойно отнестись к людям вообще. Потому что люди, как было сказано, по-моему, в Евангелии, не дай пасть в руки людей, дай в твои Господи, в том смысле, что люди обычно не очень надежные существа, чисто психологически. Поэтому, если вы гораздо спокойнее отнесетесь к тому, что люди живые, у вас сегодня есть отношения, завтра может не быть. Как человек, который долгие годы провел с пациентами, которые приходили по поводу разводов, а я помимо психологии еще занимался, так у меня еще и юридическое образование, мировыми соглашениями, брачными договорами, разделом имущества, с кем будет жить ребенок, как его будет содержать, то я настолько привык смотреть на горячее любящих друг другу людей еще пять лет назад и ненавидящих сегодня. Вам же такое тоже в голову не придется, что люди, которые клялись вечной любви, которые друг другу пыль стряхивали, в какой-то момент начнут делить квартиру и детей. Но вот так вот люди устроены, к сожалению, как с Андреем Кнышев, тебе уже так не устроится. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, мне 35 лет, звоню вам из Москвы, спасибо вам большое за ваши передачи, чем-то они мне в последнее время стали помогать, работаю по вашей схеме, так сказать. И у меня такая, ну не то чтобы проблема, мне в принципе с собой тоже неплохо, но хотелось бы как-то построить еще семью, родить еще одного ребенка, один у меня уже есть. И проблема состоит в том, что при, ну учитывая то, что мы в нынешнее время знакомимся все в основном в интернете, на сайтах знакомств, это, как многие говорят, большая помойка, и вытащить оттуда что-то, ну познакомиться с каким-то стоящим человеком, это, блин, дорогого стоит. А когда ты знакомишься впервые с мужчиной, то получается, что приходится ему рассказывать, учитывая то, что я воспитываю ребенка одна, то мне приходится исполнять роль и мамы, и папы, скажем так. Мужчины, встречающиеся мне в 95, наверное, процентов случаев, значительно слабее меня. Я как бы, не то что я там все могу сама, да, я может быть и не хочу сама, но приходится и сталкиваясь с такими мужчинами, понимаешь, что как-то, блин, грустно становится. Вот попадаются те, которые могут сделать, как-то вот взять все в свои руки, я не навязываю никому своего ребенка, но как бы вот сейчас с этим сложно. Вот как, сталкиваясь с таким количеством неподходящих мужчин, не грустите о том, что можно остаться совсем одной в будущем. Ну, во-первых, может, я кого-то из них взять, я одна не буду, но у меня к вам встречный вопрос. А как понять, сталкиваетесь, кто кого находит, кто проявляет инициативу, как так получается, что 95% из них некондиционного вида для вас? Как получается, например, я как бы не сильно горжусь, но я много чего могу сделать по дому такого мужского. Нет, где вы их находите, почему они по такому вот, 95% слабее меня? Я знакомлюсь в интернете, я просто не знаю, где еще знакомлюсь. А кто кого выбирает, вы их или они вас? Ну, если это какие-то вот заграничные сайты, то при взаимной симпатии там можно другую-другую написать. А кто первый пишет? Я первая не пишу. То есть все-таки это их выбор? Да, они пишут первые. Если как-то завязывается уже что-то интересное... Вот давайте разберем эту ситуацию. Вот они живут за границей. Ну, это что, США и Европа? Ну, да. Ну, я редко знакомлюсь из-за границы. Это вот было последнее. У меня знакомство было с итальянцем, мы с ним прообщались почти с августа месяца. И в январе я закончила отношения, потому что я поняла, что они ни к чему не приведут. Вообще. Вот вопрос первый, который вызывает... В свое время он вызывал вопрос у женщин тех стран, мужчины в каких-то странах как-то готовят... Ну, как бы знакомятся с женщинами из других стран. А почему они не знакомятся с итальянками? Вопрос первый. У вас есть на него ответ? Что, ваш итальянец полез... Мне не знаю, они, может быть, с итальянками знакомятся. Нет, почему он знакомится с женщиной из другой страны, которой у нее вообще нет ничего общего, ни языка, ни культуры, вообще ничего. Ну, многие итальянцы очень любят русских женщин во всем мире, многие очень любят и считают самыми красивыми, а почему нет? То есть вы считаете, что причина, что итальянки страшные? Нет, итальянки очень разборчивы в выборе мужчин. О, вот вам почти ответ на вопрос, почему они слабее вас, потому что они не по зубам итальянки, видимо? Правильно я понимаю? Да, да, у них большие запросы. Вот вы ответили на свой вопрос. Но у наших девушек запрос ничуть не меньше, вы думаете... И тут классический вопрос, а как вам... Просто наши девушки хотят любви, а итальянцы очень красиво поют. Тут классический вопрос, и как вам эта мысль, что итальянецы понимают, что для итальянки он так себе, а вот россиянку я найду? Как вам эта мысль? Ну, знаете, не для какой россиянки он, наверное, подойдет. Я поняла, что для меня он совсем не подойдет. Я живу в Москве, ну, как бы... Но разборчивая, не хуже, чем итальянка. Я живу в Москве, а что у меня будет за границей, я не знаю, шила, намыла, я менять точно. Вот, потому что вы, во-первых, имеете высокую самооценку, а во-вторых, живете в Москве. Что я вам хочу сказать? Чтобы просто не теряли время, вы сказали, что вы столько времени с итальянцем общались. Не надо. Вы начинаете общаться. Вы уже в разговоре чувствуете, что человек как бы слабее вас. Зачем вы тратите время дальше? Получается, что надо его там в деле проверить, дать ему стиральную машину без насоса, предложить поставить. Но очень много времени занимает. Поэтому, если 95% по-вашему слабее, то 5% точно не слабее. И один из них вас где-то ждет. Для того, чтобы ожидание было недолгим, не тратьте просто долгое время на то, что вам не нужно. Проявляйте инициативу, будете активны. Полюбите себя, наконец, потому что пока вы себя не любите, вам трудно рассчитывать на взаимность и от других людей тоже. Они считают все, что вы им предлагаете. И научитесь все-таки жить без других людей, и тогда в вашей жизни появятся нормальные, неущербные отношения и люди.